Путь казанца Алексея Макарова из дома на работу и обратно пролегает по улицам Паблюхина и Оренбургский тракт. На них совсем недавно проводился ремонт дороги. Бывая здесь практически ежедневно, Алексей может сравнить изменения, произошедшие с одной из главных городских магистралей. В принципе, эта дорога и раньше была неплохой, но все, что с ней сделали на данный момент, я считаю, что это серьезные улучшения. И разметка хорошая тоже, ее видно, это для автолюбителей очень важно. И количество полос здесь прибавилось, то есть дорога стала шире. А это один из тех, кто занимался ремонтом этих улиц, заместитель технического директора компании ТАТАВТОДОР Александр Куканов. Даже в профессиональный праздник он посещает объекты. Александр рассказывает, что работа над центральными казанскими улицами проходила не без сложностей. Закончить ремонт нужно было в короткие сроки, за два с половиной месяца, при этом не создавая неудобств автомобилистам. Сложность работы заключалась в том, что работы производились исключительно в ночное время, в проезжей части. То есть, соответственно, вот этот сжатый период, где-то ориентировочно с 10 вечера до 6 утра нужно было по плану уложить в ночь 1000 тонн асфальтобетонной смеси. Александр Куканов занимается этой работой всю сознательную жизнь. Сначала была учеба на автодорожном факультете, а затем армия. Но даже на военной службе он занимался дорогами. Отдав долг родине, Александр сначала трудился простым мастером и прорабом, а теперь занимает руководящий пост. Пап, привет! Пап, пришел с работы! Этим летом семья видела Александра редко. Когда супруга и дочери возвращались домой, он уходил на работу. Но родные относятся к этому с пониманием. Тем более, сами по пути на работу или в школу могут оценить плод трудов Александра и его коллег. Мы, конечно, папу очень редко видим. И моего мужа, он очень много работает, особенно в этом году. Было много объектов и в городе. Но мы понимаем, относимся с пониманием, потому что работа тяжелая, но достойная уважения. Если Александр и его коллеги свою работу практически завершили, то на других объектах она кипит. Как отмечают власти города, в таких объемах дороги Казани не ремонтировались никогда в новейшей истории. Меньше было сделано даже во время подготовки к тысячелетию. Всего к универсиаде в городе должны появиться семь новых дорог. Из них самая большая по протяженности – магистраль, связывающая танковое кольцо и улицу Пушкина. Эта дорога должна стать дублером Оренбургского тракта. Начинаться новая дорога будет с развязки на танковом кольце. На сооруженном мосту уже уложен верхний слой асфальта и начата установка освещения. Скоро рабочие приступят к монтажу ограждений. Тогда развязка будет готова принять движение. Но перед этим необходимо закончить работы на других объектах. Перед этим, естественно, необходимо сделать участки дороги, которые у нас соединяют эти три развязки. Вот этот 5-километровый участок дороги, который начинается у нас вот здесь, на танковом кольце. И заканчивается на улице Пушкина. Следующая развязка будет на пересечении Аметьевской магистрали и улицы Даурская. Здесь уже сооружен путепровод и железнодорожный тоннель. Осталось выполнить работу по устройству монолитного каркаса вот этого, вот этой части транспортной развязки. Также продолжаются работы по строительству автомобильной дороги, которая соединит участок от улицы Даурская до улицы Эсперанто. На дороге в сторону улицы Эсперанто уже укладывают асфальт. А вот с дорогой в сторону Танкового кольца возникли сложности. Из-за того, что здесь проходит ветка метро, пришлось сооружать специальную разгрузочную плиту. Она уже готова. По прогнозам мэрии, до конца года по новой дороге будет открыто рабочее движение. Алексей Макаров ждет этого с нетерпением. Хочется посмотреть, на много ли новая дорога разгрузит движение по Павлюхино и Оренбургскому тракту. В общей массе, я думаю, что, конечно же, тяжело для любого автолюбителя, когда идет такое масштабное реконструирование. Но я думаю, что все автолюбители понимают, что это делается во благо. Марсель Нургатин, Максим Золотухин, Дмитрий Ермаков, телеканал Эфир.